всем привет ребят сегодня как и обещал toyota crown у нас на тест-драйве 96 год кузов с 150 огромное спасибо александру за предоставление данного автомобиля на тест-драйв сейчас немножко убавим а где она еще по-японски что-то говорила в настройках вот так что она с нами пытается пообщаться непонятно если честно что она там говорит девушка вот эта навигация но к сожалению она вот за территории японии она не работает у нас россия но тем не менее есть уже приятно давай саш рассказывай когда ты приобрел этот crown я его приобрел зимой машина приобрел я его у человек который на ней не ездил у него был мотоцикл и гараже стояла nexus gs 300 так эта машина он купил еще военный сам был на камчатке то есть эта машина не видела не соли московской солей то есть в петербурге она тоже не была она ездила только по камчатке и я ее взял в липецке он ее потом в липец перегнал контейнером там она у него стояла потом он уехал и служит дальше по большому счету продал он ее за ненадобностью взял я ее открывать не буду за 200 тысяч рублей машина в принципе за такие деньги за 200 тысяч рублей но редко может не открыть кран хорошо стоять с учетом то что мотор у него масло не ездить от замены до замены коробку не пигнается по вложениям не всего там надо было вложить мне 5000 у меня так вышло с учетом повышение курса немножко по ходовке сделал так не критично там несколько соленблоков конечно но в принципе так и я приобрел много искал вообще хотел себе марку 2 брать и к сожалению на то время не нашел нормальное состояние что-то подумал что откроем все таки можно взять потому что кран на кранах так сильно не гоняют убивают и вот начал искать кран несколько вариантов я искал радиусе от своего города 800 а также чем а сюда километров один из них я нашел почему именно его взял потому что в принципе хозяин не про него все очень подробно рассказал все вопросы которые не задал он не ответил полностью все ничего не скрывал и там не было никакой путаницы не в принципе это то видео которое я не запрашивал по мотору выхлопу все мне все предоставлял абсолютно вот собственно поэтому поэтому я и взял эту машину торговался за очень хорошую цену стоял за 230 взял я ее за 200 хорошо да до этого у тебя был чейсер да да до этого был чейсер в сотом кузове тоже с мотором модернизирован больше там у него клапан ввти стоял коробка 5 ступенчатая в принципе сразу ощущение скажу то что краун чайзера отличается в первую очередь что мы сразу бросили в глаза это руль руль крана большой да действительно он огромный просто как на автобусе всегда привычно согласен потом акустика мне понравилась у крауна ну штатная акустика то есть если у вас есть краун никогда не переделывайте акустика не надо этого делать лучше специально продается устройство которые переделывают в mp3 можно формат переделывать специальный коннектор такой fm модулятор ты имеешь в виду fm модулятор но я радио не слушаю я лучше флешку поставлю и есть специальные коннекторы которые вставляются в разъем сиди допустим так конечно акустика у крауна на высоте если вы будете менять колонки то старайтесь заказывать как король колонки с краун то есть с разбора где-то искать то есть искать оригинальный да потому что акустика но на самом деле очень хорошую машину и никакие пионеры не какие там науки не заменят этого у меня на чайзере стоял стояла обычно магнитола это небо и земля конечно то что здесь акустика каждый инструментал каждую струну гитарную чувствуется класс потом экран помягче идет это естественно нежели чайзер либо марк 2 естественно этот автомобиль устраивает опять же коробка четырехступенчатая пятиступенчатая у чайзера это дает о себе знать чайзер он как-то подзывчивый что ли на педаль газа был болезнь он такой бальяжный размерен автомобиль хотя если берете кран то ни в коем случае наберите двухлитровый мотор но лично мой вам совет лучше взять самый оптимальный для него конечно два GZ это трехлитровый мотор ну один GZ в принципе 220 лошадок да да один GZ в принципе тоже его хватает ну двухлитровый его во первых не будет хватать и повышенный расход топлива вроде бы как и передвигаетесь а вроде бы как нет да ну да ну то есть двойное разочарование вас ждет и еще в 140 кузове есть двигатель 2LTE дизельный движок там 97 лошадок его конечно же все ругают почему то потому что наверное не устраивает он их в полной мере ну вот иметь ввиду что есть еще и дизельный движок да и еще такой рекомендация наверное по крауну по крайней мере да по крауну если хотите чтобы краун оставался крауном никогда не ставьте на него полиуретам то есть если вы берете эту машину то вы должны понимать что эта машина прежде всего ну должна быть мягкой мягкой и комфортной если вы хотите где то ну конечно бывают люди которые делают с них корчем гоняем но я лично привержен за то чтобы краун был красивый штатный то есть можно так в стоке сохранившись интересные диски конечно максимум что поставить но ни в коем случае не надо пауретаны, металлые стоки тогда зачем брать краун если может я в таком случае МАК-2 который будет полнично будет интересным и намного будет приятнее его дорабатывать и всю эту историю сделать так Саш давай наверное чуть-чуть еще проедем подальше от этого поселка да чуть-чуть прокатимся еще и потом зайдем в дорогу еще немножко в рамках тест-драйва говорим в автомобиле так что у нас с подвеской здесь передняя двукрычажная стоит насколько я помню да вроде да сзади насколько я помню на крычажах стоит в принципе схема очень простая и она не требует внимания вот подвеска тоже неприятливая такая всеядная с движком ну рядная шестерка наверное не нуждается в представлении это паровозная тяга снизу даже со скоростью наверное со 100 км в час до 140 км ты спокойно разгоняешься да да хватает мощности а что могу сказать по расходу 12-13 литров говорит александр у него выходит в городском языке да да с учетом то что я езжу по-разному то есть не сказать что я тихо езжу в средней у меня бывает где 80 еду бывает где 100 почему такой расход сразу скажу берете машину то меняйте свечу сразу менять кстати хорошие свечи чистите форсомкину всю топливную систему через задний пензонасос и что я еще поменял свечи сеточку для фильтра насоса я прочистил в принципе в этом у меня расход упал и зимой у меня выходило в районе 15 литров где-то вот сейчас в районе 12-13 выходит то есть понятно в коробке масло менял? да в коробке я поменял но я не полностью я его не полностью поменял то есть я как сказать слил масло мне его слили но не все там сколько 8 литров а чтобы полностью меня там литров 16 понятно так сколько в движок уходит литров у нас наверное порядка 5,5 6 литров так что могу сказать об управляемости естественно как уже Александр упоминал автомобиль балки настраивает вальяжную езду не хочется торопиться на этом автомобиле передвигаться такой статусный автомобиль в то время по крайней мере можно было представить японца бизнесмена как он на нем передвигается управляемость интересная но не азартная я вам скажу в любом случае если вы ждете от нее какое-то брытие и хотите там где-нибудь хорошенько разогнаться из-за тех поворот но как бы вас наверное разочарует шумоизоляция здесь идеальная шумоизоляция никаких шумов в салон не проникает ни от шин ни аэродинамических шумов даже наверное не стоит проклеивать арки да все по разному кто на что город занимается проклейкой у меня в принципе устраивает в принципе то есть все сейчас у нас тут оживленный перекресток еще не регулируемый да световая еще одна особенность 140 кузов предыдущий он шел на раме здесь в этой конструкции отказались от рамы я сам катался на 140 тоже с таким же движком 1 меня порадовала действительно рама на скорости 100 120 км в час вы приезжаете по тем кочкам где люди едут со скоростью 40 50 и вы ничего не чувствуете действительно рама это это что-то с чем-то здесь рамы нет по ощущениям что могу сказать наверное с рамой было бы лучше ну да умер 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 в случае был здесь выбоины неровности асфальта ты чувствуешь на раме ты просто плывешь дорожного полотна как такого вообще нет для этого по поводу движка еще что на форумах я читал то что слабое место это бомба все говорят об этом твердят что двигатель якобы вечный естественно он не вечный если вы сейчас по кочкам проехали неплохо должным образом не обслуживаете двигатель у вас в принципе в итоге потом наверное пошлет куда-нибудь подальше да ну да ну что вам хорошо вот в этих машинах это даже бумажно с такими моторами то что эти моторы стоят относительно недорого то есть контрактные ты смотрелся на контрактные вот если один GZ если вам ее достаточно все нравится так давай проедем туда стоят тысяч двадцать пять с навесным двадцать пять тридцать с навесным с навесным даже да с коробкой понятно вот если смотреть 2 GZ там уже в районе 50-40 если вы хотите турбовый вдруг поставить сюда моторную в районе 70-80 GZ да просто за 25 тысяч рублей в принципе некоторые как бы берут за убитую машину с хорошим салоном ну с убитым мотором просто за копейки и потом ставят мотор за 25 тысяч и нормально если вы хотите за наоборот понятно по световым приборам здесь вот такая особенность есть индикация световых приборов если она вас не справа лампочка перегорела да спереди сзади тут есть индикация о том что необходимо посмотреть световые приборы лампочка потому что у меня под номерную рамку не посвечивается вот видите даже такая мелкая на первый взгляд неисправность у вас уже есть оповещение сейчас если вы покупаете на этом Land Cruiser 200 да если у вас там даже все лампочки перегорели вам об этом наверное только лучший друг сообщить а здесь уже вот есть такая вещь у меня кстати на Mercedes на C такая же история уже приятно что на тот момент инженеры продумали салон что можно сказать по салону наверное твои первые впечатления когда ты приобрел этот автомобиль радость наверное да в чайзер черная редкая комплектация была там уже раз была черная панель черная тоже боковина здесь когда все в краун это да то что он какой-то плюш мягкий есть такой согласен с тобой да тут вот ты не смотрел это все-таки вот я еще в обзоре говорил это под дерево либо же это настоящее дерево что ты думаешь сам не проверял не делал я думаю это под дерево да то что потому что если бы как вам это объяснить дерево в основном ставят на рулевое колесо так зайдем вот на тот поворот дерево ставят в основном на рулевое колесо настоящее и на селектор коробки передач здесь на центральной консоли где-то если у вас еще есть в районе стеклоподъемников блоки управления там уже ставят под дерево настоящее дерево это либо на рулевом колесе ну еще и соответственно на селекторе коробки передач на остальном они и концы ну какие почки сейчас мы проехали салон он наверное сказать то что он просторный слукавить немножко да потому что от такого большого автомобиля ждешь да потому что у него бензобак больше всех машин находится внизу он находится между сиденьем и багажным то есть это да поэтому кажется багажник в принципе небольшой что-то должно быть если вы не знаете где находится бензобак первый раз когда я посмотрел я думаю сначала будет большой салон значит большой багажник тоже нет между багажником и салоном заднего сиденья находится бензобака А еще мы обсуждали с Сашей Маджести, да? Да, в Маджести там будет большое село, там машины сама по себе больше. Будем торопиться. Там уже будет пневмо, электропривод заднего дивана, скорее всего будет холодильник, да? Да, кстати, на 140-х пиловат ставили холодильные установки, а в 150-е, к сожалению, я ни в одном еще не в ходе от них тогда откатались. 170-ки, 180-ки, они все-таки уже, наверное, более такие современные и очень-очень редкие, да, вживую. Я не видел, что, ну, вот Crown, да, 12-го, 13-го года, 14-го. Ну, в среднем полосе России очень сложно открыть. Да. Это где-то там из Сибири. Да, только в Японии видел. Там у них полностью все. Экран тачскрин, огромные экраны, если ты видел. Ну, конечно, интересно. Ну, тоже нужно понимать, за сколько можно купить эту машину. Я еще... 2100 я на Дроме смотрел, на автору на Авито. 2100-2400. 2100 сейчас очень много других сабаров, которые можно взять. Да. Та же самая Camry, да? Да. Леско, Джеско. Нет, даже не Camry, но, скажем, Jaguar, например. Jaguar, согласен, согласен. Ну, кому что. Да, да. Если рассматривать вот эти автомобили старого производства, но с хорошей надежностью, если за ними следить, мне вас будет радовать, радовать, например, я не знаю, в пределах 150, 160, 170 можно взять Crown 140 на раме. В хорошем состоянии? В неплохом состоянии, да. Довести его, доводить его, довести его до ума, например. Ну, лично кому что, но я бы лучше взял эту машину, потому что она и просторнее, и будет приносить как бы много положительных эмоций. Да, она будет по расходу больше, чем, скажем, на модели, скажем, Nexia. Ну, то безусловно. Ну, когда вы едете просто на машине, которая вам нравится и комфортно, вы на расход уже у вас отходите на второй путь. По тормозам, что могу сказать. Такие хватки даже, не требуют привыкания. Хотя, многие тормоза стоят от Цельсиара до четырехмашневых, чтобы торможение было еще лучше. Ну, более эффективное, хотя бы, что происходило. Это, в основном, такие турбовые модели. Ну, ты смотри, нас как-то на этом автомобиле очень приятно. Никто не подрезает, да, никто не лезет вперед. Ты за бассейн, да? Ну, да. Наверное, из размеров. Да нет, действительно, как бы, едете вы на Kia, там, не знаю, на Maybach, оставайтесь человеком в любом автомобиле, да? Ну да. Не нужно ни грубить, ни подрезать, ни жульничать, там, на автомобиле. Нужно соблюдать правила наружного движения и быть взаимовежливым. Вот и все. Панель приборов, подсветка, насколько я помню, зеленый цвет ночью, да? Да, но вот у кранов, ты знаешь, как у других моделей, в 150-м кузове у них это немножко проблема, что ли? У них очень туско светит. Едва прям, едва. Ночью очень тяжело. Ну, не тяжело, но… Проблематично человеку, например, у которого… Вы меняете лампочки, нормально будет. Диоды, наверное, поставили, да? Да. Ну, вот, например, на Chazer мне больше подсветка нравилась, то есть она регулировалась по яркости. На Crown, конечно, сразу заметил подсветку. Первую мою сразу еще подсветку, руль и вальярность автомобиля. Что, в принципе, я искал немножко другого, но привык. Потому что после Chazer мне было немножко тучно, чтобы привыкать к Crown. Сидения, они, наверное, как любимый диван, да? Да. По-другому им не сказать. Потому что тут столько комфорта. Они мягкие, очень мягкие. И в дальние поездки навряд ли ты устанешься. Даже если ехать там на тысячу километров, да? Ну да. Ну да. Ну-то я ее гнал, получилось полторы тысячи километров. Если меня не устроил. Понятно. Какую-то альтернативу, так скажем, ты присмотрел Crown или нет? Альтернативу? А если бы, допустим, у тебя сейчас кто-то этот автомобиль приобрел за 300 тысяч рублей, ты там добавил, либо в эту же сумму что-то бы поискал? Что бы взял, так скажем? Ну, если за 300 тысяч, я бы, наверное, себе взял бы... Тойота тоже, да? Либо МАК-2 в обвесах, либо Чайзер. Не знаю. Смотрел бы, искал, чтобы взять. А так, на самом деле, кому что? Вот я езжу на этой машине, мне не требуется заднее сиденье, мне не требуется вообще седан, я это понял. Потому что сзади у меня не ездит никто. И я бы взял бы себе сейчас бы Супру. Супру все-таки, да? Супру. У тебя была еще Celica, да? Celica 23-я. Да, вот эта машина... Прям машина. Прям с душой оторвали, да? Когда вы собирали. На меня внимание обращали все. Но на самом деле, потому что она была красивая, я ее сделал очень хорошо. То есть тюнинные фары были, была подсветка днища. И оно, в принципе, состояние было очень приятное. Поэтому в чулнах приятно было, когда на тебя все смотрят. Хотя на Chaser я такого не ощущал, но мне те, кто ездили со мной, друзья, говорят, на Chaser тоже смотрят. Так же, как и на Crown. Ну, не знаю. На Crown чуть-чуть меньше, да? Да. Я бы себе взял... На Crown смотрят люди, которые знают, что это за машина. Понимающие люди. Да. Которые знают. Они все даже подходят, смотрят. Именно те, кто знают. Особенно. Подъедешь куда-нибудь, где ставят правоорольные машины тут. Ты можешь сразу обращать внимание, конечно же. А... Так бы, конечно, для себя сейчас, на данный момент своей жизни, я бы забыл супер. Понятно. Ну, если вот сейчас бы мне дали 600 тысяч рублей, 600-500 тысяч рублей. Что бы я взял бы за эти деньги? Renault Fluence? Нет. Ты прям так сразу с Renault начинаешь. Ну а что? Я даже не знаю, что взять. Я бы, наверное, смотрел бы несколько вариантов. Я бы смотрел на себя Supra за эти деньги. Может бы, Сильвию посмотрел. Skyline бы посмотрел. Но, опять же, купе. А Cedric GT? Cedric, он большой. Мне вот большой автомобиль. Он комфортный, большой. Но, если ты хочешь спортивный автомобиль GT, там, GT, то я считаю, это должен быть купе с короткопазовой. И обязательно задний привод. Ну, согласен. Вот. Либо стоит. И еще, мне интересно, знаешь, машина Subaru RX. Я бы на ней, конечно, покатался. Хотя, разные на ней отзывы есть. Тебя оппозитник не пугает, да? Ну, вот. Ну, мне просто интересно эта машина. Понятно. И взял бы, может, Rolion. Все. Ну, вы поняли, наверное, да? Есть и седан. Почему у нас Александр клонит? Так, сейчас проедут машинки с разрешения Александра. Попробуем чуть-чуть шустрее ускориться, да? Да. Хотя бы немножко. Сейчас они проедут, чтобы у нас свободная дорога была. Не будем никому мешать. Хотя бы до 4,5 попробуем. Так, режим Power надо включать, чтобы она шустрее ушла? Power он не будет. Он до конца будет до отсечки. Не здорово, да? Оборот. В стандартном, да? Так, давай. Допаем. Раз. Ну уж кучу. Раз. Ну так, 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 так. Мешает машина. Давай. Раз, два, три. Да нет, ребят, нет. Нормально. Очень даже солидно, солидно. И двигатель не слышно. Солидно. Это я еще как бы, ну, не в пол, как скажем. Чуть-чуть потом отпустил. Солидно, солидно. Да, и у кранов еще, будем скрептить, и у 150 болезнь есть такая. Я сначала не замечал, но это потом, когда человек ездит долго за машиной. Абсолютно все сучки. Так как машина старая, у них иногда потрескают вот эти вот вставочки. То есть, что с ними делать, я еще не придумал, чтобы они не бряками. Вот они вот, да, вот. Пластик изнашивается со временем. Вот это еще. То есть, вот этого никуда не деться, либо это как-то переделывают, либо что-то. В этом, наверное, тебе поможет форум. Ну да. Какие мои субъективные впечатления от этого автомобиля? Действительно, это японская легенда. Без преувеличения. Задний привод, двигатель, коробка, кузов красивый, обтекаемый. И по сей день на нее обращают внимание. Это уже о чем-то говорит, безусловно. Приобрел бы я себе этот автомобиль. Да, безусловно, конечно, приобрел. Тоже присматриваю. 130-й, 140-й кузов смотрю. Так, мы сюда заезжаем, да? Или нас не пропустят? Пропустят. Заезжаем? Слабам. Вот. Те, кто надумал, да, сейчас, после наших рассуждений, взять этот автомобиль. Так, куда едем? Не знаю. Ну, прям побегу. Давай. А те, кто надумал брать этот автомобиль, безусловно, даже без доли сомнений, берите. Потому что будет приятно его ремонтировать, да, если даже что-то случится. А если в какую-то там запчасть, агрегат. Ну, во-первых, много аналогов, контрактные запчасти, да, несмотря на то, что на автомобиль старый. Они не дорогие. Они не очень дорогие, поэтому даже вам будет это в удовольствие ремонтировать этот автомобиль и передвигаться, как Александр уже все описывал и говорил о том, тест-драйве. Действительно автомобиль достойный, статусный. Так, сейчас сюда, да? Почему? Огромное спасибо, что предоставил, за то, что предоставил автомобиль на тест-драйв. Действительно редкий автомобиль у нас с Челлахом-1 в 150-м кузове, в 140-м кузове у нас парочку есть, но вот 150-й такой один. А, кстати, мы не упомянули какая-то комплектация, ты знаешь? Royal Super Select. Что это? Или ты как-то еще не выяснил? Royal Salon. Royal Salon? Да, Royal Salon. Royal Salon. Вот, по комплектации. Так, куда ты предлагаешь? Тустро. Я на праву, я не знаю. А, ну я на праву пробую. Огромное спасибо, Саш, еще раз за тест-драйв, за этот автомобиль. Желаю тебе беспроблемной эксплуатации этого автомобиля. Надеюсь, еще, наверное, встретимся, прокатимся на этом автомобиле. Если я еще возьму Crown, будут два автомобиля в Челнах. Этот автомобиль, я считаю, рассчитан на очень-очень большого ценителя. Так? Да. Именно Toyota. Это ценитель на 110%. Он души ничает в этом автомобиле и будет любить, лелеять, обслуживать автомобиль. В общем, удачи тебе в эксплуатации. Огромное спасибо. Вот, кстати, он 140-й стоит. Но у нас, если честно, да, это японский 140-й. У нас тоже не хуже. Все, огромное спасибо. Всем пока, ребят. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Постараюсь на все ответить. Если есть какие-то вопросы у вас к Александру, тоже оставляйте это в комментариях. Как-нибудь постараюсь это ему передать. Может, он вам передаст особенности эксплуатации этого автомобиля. Все, огромное спасибо, Саш. Удачи. Все. Всем пока.